Участники Кубка России, серебряные призеры чемпионатов федеральных округов, бронзовые призеры чемпионата России, победители всероссийских соревнований 2017 и 2018 годов. Ну а после победы на турнире в Сочи у спортсменов появляется возможность попасть на международную арену. Сейчас, когда объединяются две всемирные ассоциации в одну глобальную организацию, WMMA и IMF, две всемирные ассоциации, они объединяются и будет одна, куда и входим мы. У этих спортсменов появляется еще больше возможностей проявлять себя, выступать, защищать наш российский триколор на мировых аренах, быть первыми, они этого заслуживают. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень знаково, тем более оно проходит на Сочинской земле. Краснодарская краевая федерация делает очень много для развития этого вида спорта. Слава Богу, что у нас есть такая сильная команда и такой замечательный руководитель федерации. Краснодарский край на Кубке России по смешанным боевым единоборствам ММА представляет целая сборная. И в командном зачете спортсмены могут претендовать на лидерство, несмотря на то, что на Кубани этот вид спорта развивается лишь пятый год. Такое есть общее мнение, что смешанные боевые единоборства это что-то такое коммерческое, шоу, много шоу на стране есть, такие промоушены известные как Fight Night, M1. Это все наши друзья, мы очень хорошо общаемся, но все-таки ставку мы делаем на любительский спор, чтобы он был общедоступный. В Сочи у нас как раз в прошлом году впервые открылось отделение в спортшколе смешанных боевых единоборств. Ну и главное, ради чего борются сегодня ребята на ринге? Ради того, чтобы стать чемпионом Кубка России, вот ради чего. Чтобы принести очки своей команде, своему региону. И я, конечно, буду болеть за наш Краснодарский край. И надеюсь, что мы еще раз скажу, окажемся на одном из призовых мест. Победители Кубка России по смешанному боевому единоборству получат право встретиться с чемпионами России на Суперкубке. Ко всему прочему, Кубок России – это кузница резерва национальной сборной, а кандидатуры победителей рассматриваются на международные соревнования. 8 сентября бои начнутся в 18 часов и вход в Ледяной Куб свободный. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.